Добрый день, спасибо большое, что вы остались, интересуетесь этой проблемой. Моя тема, я руковожу комитетом по телемедицине при Всероссийском Союзе Пациентов, и первые решения телемедицинские по установлению коммуникации между врачом и пациентом, как ни странно, были не по инициативе врачей, а по инициативе пациентской организации. И наше первое решение «Онконет» по дистанционному мониторингу пациентов во время химиотерапии и после лекарственной терапии уже внедрено в нескольких региональных онкоцентрах в Санкт-Петербурге. Сегодня я буду рассказывать вам о том, как телемедицина, как интернет-технологии могут повлиять на качество жизни пациента после лечения, в то время, как он отправился домой, и как сделать так, чтобы он ощущал себя неброшенным. Термин «неброшенным» придумали пациенты, которые сейчас нам говорят свои заключения об этом эксперименте, и поэтому, в принципе, это и было нашей задачей. Итак, я, наверное, расскажу немножечко, что наш проект был частью одного громадного проекта прошлогоднего, за который мы только вчера отчитались. Это проект назывался «Онкорехаб», и АОР, АСОР, Ассоциация специалистов онкологической реабилитации, целый год создавали новые клинические рекомендации по реабилитации, не новые, а не существующие никогда, и, в общем-то, с нуля, клинические рекомендации по реабилитации онкологических пациентов, опираясь на высокодоказательные данные европейских, американских онкологов. Было очень много нашего материала, много переводного материала, и в результате появилась такая уникальная история, которую сегодня можно прочитать, ознакомиться. В этом проекте участвовали, вот были наши участники проекта. Конечно же, это МИЦ «Онкология Блохина», это Институт онкологии имени Петрова, представители которой в Санкт-Петербурге присутствуют сегодня здесь, это Институт имени Герцена, представители которой также присутствуют здесь, это Ассоциация специалистов онкологической реабилитации, самый главный представитель, президент которой Алексей Владимирович присутствует и ведет сегодняшнюю секцию. И, конечно же, это была главная реабилитационно-курортологическая институт, который располагается на Арбате, наши коллеги, которые писали физиотерапию и лечебную физкультуру, доступную сегодня пациентам, методики и методички, доступные сегодня ко всеобщему обозрению и обсуждению. Итак, что такое телемедицина, вы все знаете, но вчера у нас была секция по телемедицине, где я выступала, и большей частью они говорили как о коммуникации врач-врач, врач онкологического центра региона, врач федерального онкологического центра по вопросам, каким-то спорным, трудным и так далее. Но ведь телемедицина – это та отрасль, которая использует интернет, информационные технологии для предоставления услуг пациенту. И коммуникация врач-пациент сегодня тоже никто не отменял, как в постгоспитальном мониторинге и коррекции уже назначенной терапии пролеченному пациенту лечащим врачом, и, конечно же, как реабилитация, мы называем не мы, а в мире ее называют телереабилитация. Это возможность для пациента заниматься дома самостоятельно реабилитацией, вовлекать в себя в процесс реабилитации и быть с помощью нашей платформы сегодня поддерживаемым доктором или инструктором ЛФК, а в нашем случае это и тем, и другим, на расстоянии. Вот смотрите, на фотографии у нас сидит женщина с раком молочной железы, она сидит дома и занимается лечебной физкультурой с простыми инструментами, в данном случае это бутылки с водой, которые ей доступны, она использует их вместо гантелей. Так вот, это строго определенная цель, это стандартная последовательность совместных действий географически удаленных друг от друга объектов, в данном случае врача, инструктора ЛФК и пациентов, это и есть то, что называется телереабилитация. То есть, по сути дела, в телереабилитацию входит несколько мероприятий. Это онлайн-контролируемая реабилитация, о которой я вам сегодня буду рассказывать, и этот уникальный опыт запущен в нашей стране в нескольких онкологических центрах. Это комплекс видеообучающий контент, так называемое телеобразование и телеподдержка пациента, который в форме видеошкол, которые сегодня доступны по лечебной физкультуре, по питанию, по правилам жизни, по правилу ухода за кожей, и пользуется этим, потому что школы ведут специалисты экспертного уровня, которые, конечно, людям в регионах недоступны. И информация эта зачастую уникальна. Информация эта та, которая не может поделить лечащий врач, поделиться на месте, даже не потому, что он её не знает, хотя большей частью это так, а потому что у него нет на это времени. По сути, телереабилитация – это самостоятельное исполнение пациентам заданной реабилитационной программы на дому, и это требует, конечно, стопроцентного вовлечения пациента в процесс собственного восстановления. Целью телереабилитации, предлагаемой нами, является и улучшение доступа к реабилитации, и ускоренная социальная и трудовая адаптация. И пациент помогает себе повышать функциональные возможности своего организма, и, конечно, пациент получает возможность мониторинга на дому своего состояния тем самым специалистом, который находится в онкологическом центре. На сегодня в мире наиболее распространённые виды телереабилитации – это, конечно же, ЛФК, хотя в мире практикуют и эрготерапию, и нейропсихологию. Но вот в институте имени Блохина очень популярным видом телереабилитации стала логопедическая реабилитация, уникальная реабилитация, предлагаемая сегодня в этом отделении, которая помогает пациенту с нарушенными анатомическими особенностями, с очень тяжёлым пациентом вернуть или частично вернуть утраченную речь. Ну вот, а то самое, о чём я вам говорю, это институт куротологии и реабилитологии. И вот на данном слайде рак прямой кишки указан. Это мы уже снимали позже эту историю. Компания «Сервье» очень активно участвовала, за что им большое спасибо. Рак прямой кишки – это пациенты, которые, в общем-то, приходят, им назначают операцию. И вот в Липецке, где мы пилотировали этот проект, мы запускали именно ЛФК на нулевом, на подготовительном этапе к операции. Пациенты приходили в онкоцентр, и в тот момент, когда они проходили обследование, с ними занимались специалисты и назначали им вот эти вот ЛФК нулевого этапа, так называемую предабилитацию, когда пациенты физически готовят. Там очень много дыхательных гимнастик, которые пригодятся им сразу же после операции. И пациентам они показали в конечном итоге после этого эксперимента, что они уменьшили свои страхи. Они были более готовы к операции, они были психологически и морально более расслаблены, потому что они видели заведение, видели врачей и понимали, что то, что произойдет, неизбежно, но ими занимаются. Именно эти пациенты дали такой термин – мы ощущали себя неброшенными. А вот эта фотография довольно свежая. Наш сервис Onkorehab мы запустили в институте имени Петрова, в институте имени Блохина, на Арбате, в центре Иваново, в центре Решма, в Липецке и еще в некоторых местах, которые выявили желание принимать участие в этом проекте. Так вот на фотографии в данном случае центр имени Блохина. Алина – девушка в центре, инструктор, которая под руководством Ольги Николаевны, врача ЛФК, занимается лечебной физкультурой по уникальной схеме, которую придумала она сама. Надо сказать огромное спасибо Ольге Аркадьевне Обуховой. Это заведующая отделением реабилитации, открывшимся в Ронце, также в период прохождения этого проекта. Это уникальное отделение на сегодняшний день на 25 коек, которое оказывает полный комплекс реабилитационных услуг, в том числе и телереабилитацию в виде ЛФК. У нас женщины с РМЖ, которые лежат в онкоцентре очно, вы их видите сзади, они общаются с теми пациентками, которые выписались, отправились домой, и как непрерывная реабилитация, а реабилитация – это непрерывный процесс, они отправились дома заниматься с инструктором ЛФК, под руководством врача ЛФК, под присмотром и ответственностью Ольги Аркадьевны Обуховой. Они отправились вот в такое совместное плавание. Сверху в квадратиках у нас женщина, которая дома. Здесь, в самом большом экране, у нас сама инструктор и пациентки, которые очные, и пациентки, которые лежат в данный момент в онкоцентре, и они занимаются всем вместе. В конце, я надеюсь, у меня получится показать вам маленькое видео. И, вы знаете, они радуются. И те, и другие рады видеть друг друга, и у них хорошее настроение, потому что те, кто лежат в онкоцентре, понимают, что это закончится, потому что другие же находятся дома. Ну а те, кто находятся дома, уже очень сильно рады, что они не просто дома, а еще и под присмотром врача. Поэтому наши телесеансы ЛФК получают такой психологический окрас. А это Институт клиническая больница управделами президента и профессора Смоленцева Ирина Геннадьевна, реабилитолога, которая была в команде. Она активно участвует и в проведении ЛФК, и они практикуют проведение за счет этой платформы психологической групповой поддержки пациенток. И очень им нравится это. Очень нравится Ирина Геннадьевна. Разработаны специальные опросники, и вот платформа пошла и в этом направлении. А это героиня нашего проекта и вообще человек по жизни, который вызывает мое восхищение. Это логопед Татьяна Анатольевна Петрова, которая занимается целыми днями, очно с пациентами, с утраченной функцией речи. Она учит их говорить. Она занимается с ними артикуляционной, дыхательной и прочими зарядками. Это очень тяжелая тема. И те пациенты, которые выписываются, они с помощью дистанционной технологии сегодня получают продолжение заниматься этими процедурами и дальше. Потому что процедура – это длительная, и не всегда удается поставить пациенту в том или ином виде речь за те дни, пока он госпитализирован. Потому что это возможно спустя только 7-8 дней после операции. А вот такая ситуация происходит к добровольно присоединившемуся проекту в центре города Иваново, Решма. Команда, мультидисциплинарная команда специалистов, то есть это врачи, общаются с пациентом, которому они назначают курс реабилитации дома. Изначально они занимались реабилитацией больных после инсульта, и они очень активно включились в процесс реабилитации больных после лечения онкологического заболевания. Они делают это совместно с онкологическим центром города Иваново. И вот как раз в Решме у нас получился очень интересный опыт. Хотя этот опыт предложил центр имени Рогачева, а точнее директор центра реабилитации «Русское поле» Александр Федорович Карелин. Когда они увидели наше занятие, они сказали «Ира, а подключи это, пожалуйста, у нас». Потому что те самые дети, которые проходят реабилитацию, отправляются домой, и их мамы хорошо знают. И комплексы ЛФК они получают их на бумажке, и хорошо знают, как их делать. Но лишь только 20% этих мам делают это дома. И ребенок, с которым занимаются ЛФК, у него, конечно же, совершенно другое состояние. Они борются со слабостью в основном. Этот ребенок более сильный, этот ребенок более толерантен. Этот ребенок, в общем-то, его сразу видно, что им занимались. И поскольку это такая острая проблема, Александр Федорович сказал, что если вы не будете заниматься со своими детьми, то, возможно, мы будем рассматривать, что следующий срок вашей реабилитации тоже будет отодвинут. То есть в данном случае телереабилитация стала носить такой еще и характер воспитания, воспитания дисциплины в пациенте. Липецкий онкодиспансер, который тоже присоединился к нам таким волонтерским образом, показал нам опыт подготовки пациента к реабилитации. Вот я приезжала, запускала эту платформу, работая в обычном кабинете телемедицины, которая с утра занимается телеконсультацией с федеральными центрами, телеконсультацией со своими поликлиниками, а потом она превращается в кабинет дистанционного ЛФК. И на предоперационном этапе липецкие врачи занимались подготовкой нутритивного статуса колопрактологических пациентов, а в эксперименте были именно они, подготовки нутритивной поддержки к улучшению переносимости лечения. И, в общем-то, у нас это получилось, и сегодня об этом опыте мы рассказываем. Ольга Аркадьевна в ближайшем будущем планирует использовать эту платформу для проведения школ нутритивной поддержки тех пациентов, которые также выписываются из их же отделения реанимации для того, чтобы заниматься наблюдением восстановления этих пациентов, в основном это, конечно, опухоли ЖКТ, на дому. Вот таким образом я вам показала, что мы планируем использовать теле ЛФК в нутритивной поддержке пациента. А вот то самое телеобразование – это пациентские школы, которые с Ольгой Аркадьевной и с другими специалистами, с ведущими экспертами мы продолжаем снимать, популяризировать всеми возможными способами. Ирина Боровова, которая сидит впереди меня, она, конечно же, участвует всем сердцем в этой истории, потому что эти школы продвигаются с помощью соцсетей, с помощью групп на двух, точнее, на трех каналах, которые существуют, и они помогают пациенту больше знать о правилах жизни, о правилах питания, о правилах восстановления, о том, что их ждет. Занятия пациент может заниматься сегодня и по оффлайн-записям, и это тоже телереабилитация, когда это уже встраивается в сервис Онкорехаб, когда пациенту можно назначить физкультуру и отправить ему домой. Пациент в системе Онкорехаб занимается по видео, назначенным врачом. ЛФК назначается врачом исключительно по показаниям, в зависимости от этапа лечения пациента и, конечно же, в зависимости его состояния. И система предполагает наблюдение пациента и прохождение им таких дистанционных коротких опросников по переносимости. Ну, а вот этот ресурс многие фотографируют, пожалуйста, можете сфотографировать, потому что там лежат те самые проекты клинических рекомендаций, созданные командой, огромной командой врачей из пяти онкологических центров. И сегодня они проходят актуализацию, доработку, а самое главное – достигнута цель. Наши клинические рекомендации станут частью общих клинических рекомендаций по лечению онкологических пациентов под пунктом номер 4, и мы очень сильно, очень стараемся. Полтора года назад была создана под руководством Алексея Владимировича Бутенко Ассоциация специалистов онкологической реабилитации, которая и явилась, по сути, инициатором создания вот этой огромной программы и созданием клинических рекомендаций, доступной сегодня людям. И поэтому я вам сейчас просто покажу героев, которые участвовали. Александра Михайловна Степанова очень много клинических рекомендаций писала, она у нас в декрете. Это суперинструкторы ЛФК, с которыми мы до сих пор продолжаем и будем работать. Институт курортологии и реабилитологии. Это вот наша немногочисленная команда, как вы понимаете, здесь только половина представлена. Мы представляли этот проект на белых ночах в Санкт-Петербурге в этом июне. Это команда программистов, которые участвовали в разработке проекта. Эти программисты всю жизнь, как вы видите, все в возрасте, проработали в ГЕМ-центре под руководством Андрея Ивановича Воробьева. Андрей Иванович до сих пор, в общем-то, поддерживает и советами, и поддерживает просто в своем участии. Ну и это мой телефон, почтовый адрес, по которому вы можете задавать вопросы о том, как этим пользоваться, как подключиться и так далее. И сейчас я хотела бы попросить, я там скинула маленькое видео, если оно пойдет, можно? Доброе утро! Вот так вот у нас приходит занятия. Доброе утро! Отлично! Теперь, ладно, поднимаем прямые ручки перед собой. Начинаем с правой. Правой перед собой раз. Левая перед собой два. Пациентки находятся наверху, в окошечке, который дома. Левая вниз четыре. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре. Это наша звезда, это Наталья Куликова, это Арбат, институт курортовой. Посмотрите наверху в среднем квадратике, там сразу два человека реабилитируется. Пациентка и ее мама. Они сидят с палкой, очень довольные друг другом, а в других видео у нас пациентки с маленькими детьми. И вот они показывают, что у нас лучше настроение. Мы чувствуем себя в поддержке, мы чувствуем себя не одинокими, не брошенными один на один с лечением своего заболевания. Кончились мои пятнадцатые? Да. И я тоже захочула. Спасибо большое.